В новости ТВК мы продолжаем. Юлия Мавшович побывала с проверкой в самой неуправляемой школе Красноярска, где дисциплина хромает не только у учеников, но и у учителей. Школьники на уроках ругаются матом, за это в ответ получает словесный и не очень словесный нагоняет преподавателей. Чем закончилась проверка, смотрите прямо сейчас. Мы приехали в школу номер 95. В прошлом году именно в этой школе мы снимали сюжеты, где родители жаловались на то, что учителя ругают учеников матом, а потом выяснилось, что и сами ученики ведут себя далеко неположительно. Вы так по стойке смирно. Здравствуйте, пожалуйста. Мы рады? Можно, конечно. Первый раз нас рады видеть. Ну а что делаешь? Если какие-то недостатки будет, исправим. Это мы можем, а не снимаем. Мы тягаем, а не снимаем. Здесь у нас кабинет труда и технология проходит. Интересно, видели вы это прекрасное видео о себе? Я еще раз вам сказала, вопросы мне не задавайте. Вы будете подходить с вопросами, я буду сидеть и смеяться, потому что я вам все объяснила. Ладно, дети себя неправильно ведут, но вы-то им тоже подаете не очень хороший пример, говоря, вопрос мне не задавайте, я буду вам смеяться. Я поняла вас. Пойдемте теперь к учителю географии. Здравствуйте. С ТВК новостей к вам приехали. Ребята, ну здравствуйте, как говорят. Еще у нас хорошие. Ну а, видимо, у вас в школе не принято вставать. Сейчас, может быть, узнаете себя. А, может быть, узнаете этого старшекрасника. Ну, это было в шутку. Это была не тетрадочка, это атлас. Вот, это была шутка. Подождите, ну как можно в шутку ударить ребенка по голове? Учителю, наверное, все-таки не подобает так себе вести, а ученикам, наверное, не подобает позорить свою школу вот таким образом в интернете. Вы так часто себя все ведете на уроке? Нет, ничего нет. Как часто у вас происходят такие родительские собрания, где поднимается вопрос о поведении самих учеников? Ну, собрание проходит раз в месяц, и мой каждый классный руководитель ставит вопрос на родительском собрании, это значит. У вас в школе питьевые фонтанчики, да, стоят, чтобы... Так, ну, это тоже уже нарушение, потому что струя по санфинам должна быть более 10 сантиметров. То есть из этого фонтанчика пить воду уже не безопасно. Мыло? Действие. Мыло есть? А туалетной бумаги нет, да, что у нас является нарушением правил Санпина. Откуда туалетная бумага? Из класса. Учительница у вас покупает? Да. Вы такие активные в коридоре, а почему столовую так активно не убираете? Кремовые пирожные? Можно продавать в школьных столовых? Да, можно. Мы же сохраняем сроки к реализации. А санфины говорят, что пирожные, торты, кремовые запрещены в школьных столовых. Ну, вот явное нарушение то, что сосиски лежат рядом с куриными котлетами. Как часто у вас обновляется посуда? Потому что посуда со сколами должна быть сразу же утилизирована. И вот они, две сколоты тарелки. Один скул, второй скул. Будем надеяться, что руководство действительно работает над теми ошибками, которые мы указали. Но пока 95-я школа нашу проверку не проходит. Я напомню, что от проверки новостей ТВК никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков, Виталий Субботин. Новости ТВК.